Мы едем на винодельню! Я за это был первый пакет. Я вам набрала. Когда не догадаетесь, то я везу в самую музыку. Вы чувствуете, как это воняет мочой. Что это такое? American Dream. Вы на канале Welcome to US. Ноги в Pacific Ocean. I want to return this item. Hi, everybody! Всем привет! Вы на канале Welcome to USA. С вами Лера. И это канал о нашей жизни в США. На самом деле, сегодня будет такое, знаете, немножко развлекательный влог. У меня нет какой-то истории рассказать, что у нас случилось, что получилось, что с документами, что еще что-то. Нет. Я, как обычно, на своем стандартном месте начинаю вам снимать из дома. Я жду такси. Заказала такси до Барт Стейшн. Барт – это так в Америке называется метро. Точнее, не в Америке, а в Сан-Франциско, в Бей-Эре. И что мы делаем? Мы с моей подружкой едем на винодельню, продолжать отмечать мое день рождения. Хотя сегодня… Какое сегодня число? Sorry. Сегодня 16 апреля. Моему день рождению уже как практически три недели прошло. А моя подружка и моя клиентка, моя самая первая клиентка здесь, в Америке, на персональные тренировки. Мы очень близко задружились. И вот сейчас мы едем на винодельню, а потом поедем на океан. Ну что, поехали! Классная тесточка меня подвезла. Ну что, будем разбираться. У меня, как обычно, кто смотрит мои видео на постоянном основе, все знают, что я люблю такие экспириенсы проводить в плане поездок на автобусах, на маршрут. Не, ну маршрут так тут нет. Так, подним внимание. Это CalTrain и Барт. Барт – это то, что работает в городе, да, и немножко в пригороде. Вот, допустим, у нас Барта уже нет. Он есть в городе Милбро или Милбаре. Ну а здесь есть CalTrain, собственно, от которого, от San Mateo я тоже могла доехать до Милбре. Но он в выходные, если честно, непонятно, как ходит. Вот, и поэтому я решила, ну что, ну 10 баксов, ну а что? Так бы мне пришлось бы стоять, долго ждать. Я когда в прошлый раз ездила на винодельню, кстати, можете посмотреть видео-шортс, и я как раз таки очень жестко опаздывала, потому что думала, да ладно, тут все быстро приходит. Ну нифига, на самом деле здесь тоже все по расписанию, особенно эти CalTrain. Вот, и выходные, естественно, и ходят очень мало, и поэтому пришлось ехать на Uber. Но тогда я от дома до Сан-Франа доехала за 30 баксов. Считаю, что это дешево. Когда не догадаетесь, то я везу с собой в рюкзаке. Никогда не догадаетесь. Оливье. Оливье. Я везу с собой Оливье, друзья. В общем, пока едем, я вам расскажу и покажу виды, которые нас будут сопровождать. Расскажу немножко о винодельне, что это такое за вид отдыха. Хоть я и сама родилась в Краснодарском крае, и там, естественно, много всяких разных винодельн, сортов винограда, но я никогда не ездила именно на винодельню. И вот первый раз на винодельню я поехала в Америке, в Сан-Франциско. Это было как раз таки на день рождения Гузель. Здесь через Golden Gate Bridge есть такой район, деревня, не знаю, village, который называется Napa. И там огромное количество разных виноградов, соответственно, разных виноделей. Есть такие, знаете, более профессиональные, наверное, больше настроенные именно на туристов. И, соответственно, ценники абсолютно рады. Какая система в этих винодельнях? Можно оформить мембершип, то есть, грубо говоря, абонемент. В этот абонемент входит несколько бесплатных тестингов. То есть, что такое тестинг? Это когда ты приходишь в эту винодельню, и тебе наливают три или четыре разных видов вина. Естественно, наливают понемножку. Знаете, все эти такие винодельни разнообразные. Я сейчас подставлю вот тут вот картинки. Вы посмотрите, что одна вообще в целом не похожа на винодельню. Вторая уже более-менее, а третья вообще какая-то luxury village. И мне, на самом деле, очень понравился такой вид отдыха. Короче, мы едем сейчас на уже четвертую в моей жизни винодельню. И она, кстати, будет... Я вам наврала. Те первые три винодельни, они находились не через Golden Gate, а через Bay Bridge. И вот сегодня мы поедем на винодельню, которая как раз-таки находится через Golden Gate Bridge. Это будет моя вторая поездка через Golden Gate за полугода. Так, ну чего, мы с вами куда-то приехали. Дорога от Тома до Сан-Франциско с учетом такси. Прямо до самого центра Сан-Франциско заняла у меня, ну, наверное, минут сорок. Я выходишь уже отсюда из метро и чувствуешь, как лед воняет мочой. Ну что, погнали. У нас тут какая-то ярмарка. Мы находимся с вами на одной из самых центральных улиц Сан-Франциско. И она ведет, если упираться туда, то там мы упремся с вами в залив Сан-Франциско. Вот. Ну а если туда, там будет оушен через гору. Полиция, конечно же, охраняет. Я давно не была в самом центре Сан-Франциско. Если честно, мне даже немножко как будто бы диковато. И немножко страшно. Да, немножко не привыкла, конечно, я к такому. Точнее, уже из-за того, что мы живем в Сан-Мотео, я уже отвыкла от такого движа, от таких всяких разнообразных людей. Вот. Короче, сейчас постараюсь вам поснимать, пока жду в гостель. Сан-Франциско. Сан-Франциско. Хочу сказать, что сегодня реально здесь мало улицов. Потому что обычно здесь все просто забиты имени, их палатками. Даже из-за такого-то тента, да? Красивый, красивый призывный город Сан-Франциско. Мне очень нравится, очень напоминает Санкт-Петербург. Как будто бы ты из Москвы такой перебрался в СПБ, потому что архитектура очень похожа. Ну, конечно, из-за того, что происходит вот такие вот истории в плане с... С хомлисами, да, и как-то исправлять ситуацию никто не думает. Поэтому очень жалко. Вы знаете, что я больше всего не люблю в Сан-Франциско, да и вообще в Америке? То, чтобы твой переход заработал, нужно нажать кнопку. Вы сами знаете ковидные меры, хомлисы, которые здесь живут. Да, при этом, что американцы очень такие, а-ля за безопасность, да? Боятся всего такие, ездят в масках в машине. И при этом они такие, типа, да, будем нажимать на кнопку каждый раз, чтобы загорелся переход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы с тобой аристократки, да, такие? Более, мистер Куах! Ага! Потом посмотрим свои рожи в конце этого дня. Я после этого мой первый бокал? Да, да, да! Реально! Ой, как классно На чем мы, может, еще и на улице Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, такое приятненькое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта винодельня называется Де Лауч, она находится в живописном районе Санта-Роза, который находится через мост Голденгейт от Сан-Франциско. Здесь есть красные и белые вина, преимущество сорта пина, зиндафль, шардоне. Очень милое и уютное место, людей практически нет, а это было воскресенье. Можно приехать с детьми, территория позволяет детишкам побегать. Очень рекомендую к посещению. Честно признаться, жизнь в Калифорнии прекрасна. И прекрасно то, что ты можешь приехать на машине, винодельнюю, сделать пару глотков вина, ну а вы сами видели, поскольку там наливают, и поехать дальше наслаждаться видами. Ни в коем случае не пропагандирую вождение после алкоголя. Будьте аккуратны, потому что если вы перебрали, официанты могут позвонить в полицию и сдать вас за вождение в нетрезвом виде. Ну а мы поехали дальше. Так, ну чего, наш трип продолжается. Мы приехали на устричную, о, на устричную, да, а я хотела сказать остричную. О, у них экстрасмол острис есть. На устричную ферму. Хотя я не люблю устрицы, это будет третий раз, как я буду пробовать устрицы. Может быть, в этот раз. Ну типа бог любит роицу. Пахнет рыбкой. А здесь не осталось ни одной. А? Смотри. Там плохо написано, я плохо вижу. Два, три, четыре. Я забыла линзы одеть. Я забыла по-английски читать. А у них, смотри, смотри, и вино здесь было тоже. О, здесь классно. Просто такое, American dream, реально. Yeah, I'm ready. Okay, so, cut side on the bottom, flat side on top. In through the hinge end. It's kind of the point to your end, and there's always going to be a little gap there. Three, two, one. Ready for you to eat. Oh, thank you. Хочешь? Не-не-не, давай ты... Very tasty. Так, у нас не пустили в то классное место, и мы поедем куда-то кушать устрицы на Ocean. Yeah. Так, мы взяли устрицы и приехали. Вот такое вот местечко. Сейчас будем кушать оливьешку. Вот, и у нас тут пледик. Да, так прям прохладно. Да, так прям прохладно. Сейчас наловили на лодке. Вот, и у нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Домой, тусовались дома, отдыхали. Вообще, очень классно провели время. Безумно, конечно, красивые виды в Калифорнии. Надеюсь, вам тоже понравилось. И сегодня неожиданно мы едем еще на один природный объект. Вот, мы едем сегодня в район, который называется Santa Cruz. Там Димин брат остановился в кемпинге. Вот, и мы, собственно, едем одним днем посмотреть. Сейчас закупимся. Мы едем с нашими друзьями, с Андреем и Любой. Вообще, хочу посмотреть. Я очень люблю походы. Я была на Эльбрусе в, по-моему, 2019 году. Хочу посмотреть в целом, как здесь в Америке обустроены кемпинги, потому что это вообще любимое американское... Любимое американское времяпрепровождение. И мы посмотрим, как вообще обустроены здесь кемпинговские лагеря. Погнали! Hi, everybody! Всем привет! Вы на канале Welcome to USA. Канал о нашей жизни в США. И сегодня мы едем... Привет, привет! И сегодня мы едем тусоваться. Погнали! Запихиваемся в машину. Андрюша сегодня не пьет. Потому что что? Мы в Америке! Ты кайфуешь? Вообще... Очень круто! Эх, мне кажется, я сама себе сейчас завидую. Ну что, мы на месте. Hi, everybody! Всем привет! Такое наше красивое местечко. Я не скажу, что мы поставили ему жирный лайк. Конечно, здесь красиво, но есть свои минусы. Сейчас я вам их покажу. Раз, два, три! У-у-у-у! У-у-у! Так, ну чего? Идем пробовать... Водичку? Водичку, да. Суперкрасивое место, конечно. Вперед, Лера! У-у-у! Какие часы нырнули? Ну, тут ещё тёпленькое. Ааа, холодно! Блин, ну такое, да, не постоишь! Ну что, это мы уже второй раз мочим ноги в Pacific Ocean. Это... Забыла, какой океан. Но это Pacific Ocean. Блин, классно! Мне очень нравится, что... Да, красиво! Конечно, купаться... Мне кажется, я гидрокосильный пол. Класс! Ааа, супер! Чискать! Guys! Ну что, сегодня реально прям получился такой travel выпуск. Это очень круто. Я, на самом деле, человек творческой души. И мне очень нравится снимать такие атмосферные ролики. У меня как-то был челлендж One Day One Sketch, где я каждый день снимала какую-то... Какую-то маленькую завесовку. Кстати, наверное, я придумала челлендж. Ха-ха-ха! 30 дней в сториз. Но, да, на тот момент это были просто какие-то атмосферные видосики без темы, без сюжета. Просто приходилось снимать что угодно. И я один раз сняла ноги подружек. Ха-ха! Ну, конечно, я же путешествую. Мы с вами приехали на вот такой красивейший пляж. Точнее, кемпинг, который называется New Brighton State Bridge или Beach. Находится он в районе Santa Cruz. Сюда мы от дома ехали примерно полтора часа. Ну, даже, наверное, поменьше с учетом всех наших остановок и всего такого. Сюда мы приехали с нашими друзьями Андреем и Любой. Вот. Сейчас приедем сюда дезинбрат ребенка. Своими сними. Мы приехали один днем. Сегодня вечером уедем. Конечно, хотелось бы остаться. Но завтра работать в 8 утра. Завтра ехать. Тренировать. Кемпинги в Америке это, конечно, отдельный вид искусства. И я испытываю сомнительные чувства и не могу понять до конца, понравилась у меня организация или нет. Для того, чтобы попасть в кемпинг, необходимо забронировать место. Сейчас начинается сезон, а американцы обожают такой вид отдыха. Поэтому Даша и Родион еле-еле забронировали место в кемпинге, который был недалеко от дома. Вот. И, ребята, тут располагаются у каждого места здесь есть номер. Например, вот это номер 81. И мы вот это место. И парковочное место, да, для машин, даже, наверное, для двух. И вот такое вот местечко, такая эреа. А вот местечко наше. У нас здесь три машинки. И вот туда, наверное, куда-то вот сюда. Конечно же, мы с вами переходим к чему? Мы переходим с вами к премиум-сегменту. И вот здесь вот есть вот такой вот тоже номерок. И вот сюда уходят места уже премиум. И премиум, на самом деле, длинный и очень красивый. Прям действительно большой. С выданным такой океанский обрыв. Мне прям здорово. Очень нравится. Но единственный момент, что это такой, знаете, фэмили-кеминг. И он... Ну, места как-то расположены ближе друг к другу. Если бы мы были со своей сплавской тусовкой здесь, с которой мы отдыхали в России, 25 человек на реке Угре, здесь бы всем, конечно, было бы без... И обычное место стоит 35 долларов в сутки, а премиум место стоит 50 баксов. В замечательные 35 баксов за сутки входит место для мангала, столик и такой шкаф либо для мусора, либо для хранения еды. Потому что здесь очень много енотов. Они приходят и прямо разрывают пакеты в поисках еды. В кемпинге есть оборудованный душ и туалет, причем несколько таких домиков, где в каждом по 5 кабинок с туалетом и душем. Конечно, в эти 35 баксов включены шикарные виды, охранная территория и кристальная чистота везде. Это очень приятно. Самым большим минусом для меня именно в этом кемпинге оказалось то, что соседи расположены близко к тебе. Нет, мы не хотели горланить песни или гулять до утра, но все же хотелось немного больше личного пространства. Но мы во всем ищем только положительное, поэтому такое близкое соседство может перерасти в полезное знакомство. Но если обобщать всю культуру американского кемпинга, здесь кемпинг не работает по системе, увидел красивое место, разбил здесь лагерь. За это могут даже выписать нехилый штраф. И это меня очень расстроило. Конечно, здорово, что охранная территория, чистота, но иногда хочется полнейшего уединения с природой, наслаждаться одиночественными и красивыми видами, отключить все гаджеты и просто получать удовольствие от жизни. Hi, good morning! Всем привет! Мы уже с вами во следующем дне, точнее мы с вами уже в среде. Сегодня у меня выходной. У меня такой travel trip по некоторым делам. Мы съездили на кемпинг, вернулись. Вчера у меня был прям такой активный рабочий день. У меня вчера было четыре тренировки, три утром и одна вечером. Заработала баблишка. Вот, сколько заработала? Сейчас скажу. Ну, что-то, по-моему, 230 баксов. И вечером что-то в районе полтинника. Короче, за день, думаю, что примерно, ну, 300. Ну, может быть, короче, посчитаю. Может быть, я решила здесь похвастаться немножко. Друзья! А утром нам пришла такая сумасшедшая новость. Думаю, что по названию влога, во-первых, вы уже все сами поняли, что это за новость. Запишем обязательно отдельное видео, как это случилось, что делать, что не надо делать. Вот. А пока мы с вами едем по одной бытовой теме. Я вчера, после кемпинга, мы забыли мою косметичку у наших друзей. А мне хотя бы нужен хотя бы карандаш для бровей, потому что я в целом больше ничем не пользуюсь. Таким прям, чтобы на каждый день... Опа! Вот. Вот. И я купила вчера какую-то штуку, которую мне нужно сдать. И на самом деле это будет первый раз, когда я сдаю в Америке какие-то вещи. Вот. Знаю, что здесь можно сдать косметику, и мы с вами сейчас посмотрим, как это будет проходить. Вот. Ну и дальше расскажу уже, что кого. Переоделась уже. А, вот. Exchange and returns. Hi. I want to return these items. I can do it here, yeah? Okay. Perfect. Do we use it? One... Maybe. Okay. A76 going back to you as cash. Okay, thank you. Так быстро я еще никогда не возвращала косметику. Офигеть. Круто. На самом деле, единственное, что вернули меньше. У меня эта штука стоила 10... 10.99 и еще плюс налог. А мне вернули 8 чем-то. Она спросила, я использовала это. Может надо было сказать, нет. Orino. Не знаю. Ну круто. Так быстро просто. Я дольше в очереди стояла. Так. Ну чего. Присаживайтесь поудобнее. Сейчас я вам буду делиться своими эмоциями, впечатлениями. Да. Классика заключительного нашего видео. У меня тут завтрак. Немножко он превратился уже в кесси месси. Это у нас творог. Малинка свежая, вкусная. И кофе из стробокса. И я представляюсь как Вэл. Приятного аппетита мне. И поехали. Так. Ну еще раз, гайз, всем привет. Я забыла, как обычно, штатив. Собиралась. Думала, ввела все. А штатив, как обычно, забыла. Ну что, у нас вот такая вот прекрасная, крутая, супер интересная новость, что мы получили work authorization. Вот мы получили сегодня утром. Я просто вчера после четырех классов была вот такая вот. И просто сегодня с утра очень проснулась достаточно уставшая. Конечно, было сложно себя снять, потому что, ну, такое лицо, конечно, прям супер опухшее. Ну ладно, не суть. Мы получили это все. Мы запишем обязательно отдельное видео, как у нас это получилось, что делали, что не делали. Мне безумно нравится, что и безумно круто, что мы реально смогли это сделать все сами, без адвоката. Без каких-то людей, которым нужно было платить деньги, там, за какие-то заполнения форм и так далее, что мой муж. Дима, спасибо огромное за такое комфортное нахождение здесь. Я надеюсь, что, может быть, не знаю, кого-то вдохновит наш опыт. Кто-то увидит, что все не так сложно и отбросит вообще из головы какие-то вообще сложности. И как сказала моя мама, что как будто бы Америка сама нас, ну, не знаю, принимает или как-то... Ну, не то, что меня стимулирует, нет, какое-то неприятное слово, а то, что Америка сама нам помогает и что считает нас избранными, способными, не знаю, что еще. То мы так быстро легализуемся. Это очень круто. И немного подводя итоги этого влога, мы съездили на кемпинг, мы съездили в винодельню, скажу, отдых винодельный мне очень нравится. Как я уже сказала, я не знаю, почему я не ездила на винодельню в России, в Туапсе. Может быть, потому что это как такой отдых там не так устроен, но очень круто. И в целом не очень много денег это все занимает. И получается, у меня такие два дня были прям насыщенные. Я на самом деле, мы давно никуда не выезжали, давно не путешествовали, даже такой маленький travel. Я так очень вдохновилась. Хочу сказать, что еще даже устала, потому что два дня прям были такие супер активные. Поехать туда, поехать туда. Во вторник я прям такая на работе, прям... В общем, кемпинг, все безумно понравилось. Надеюсь, будем ездить еще. Скоро хотим купить палатки. Это, на самом деле, оказалось не так дорого. Здесь палатки примерно стоят, можно палатку даже за 30 баксов купить. Примерно хорошего качества. Наверное, от 50 до 100 баксов примерно стоит. Думаю, что спальники тоже не очень дорого стоят. И мы хотим попробовать с вами поехать куда-нибудь на кемпинг. В общем, друзья, вот такие вот у нас новости. Я рада, что вы были на протяжении этого влога с нами. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будет очень много крутых видео. Видео про ССН, видео про Димин день рождения. У моего мужа тоже скоро день рождения. Вот у меня есть для него классный сюрприз. Потом меня пригласили провести мастер-класс. Моя клиентка собирает своих друзей. Она меня пригласила провести мастер-класс. И если у нас все состоится, мы с вами поедем в классный дом проводить мастер-класс. Короче, не забывайте подписываться на мой канал. Если у вас есть вопросы, пишите. Будем рады ответить. Вы были на канале Welcome to USA. Канал о нашей жизни в США. С вами была Лера. Целую, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok